Здравия всем! Вы на канале Марка и Елена Диригетти. Сегодня 12 июня 2019 года. Приготовила вот такой вот раствор. Взяла вот эти вот пасынки от чеснока, добавила половинку лимона, профруларила. Так, еще что положила, сейчас скажу, семя. Сейчас скажу, сейчас скажу, заварила семя льна. И водичку саму выпила, а семя льна тоже туда сунула. И все это профруларила. Сейчас скажу, сколько было семени. Наверное, ложки две было. Я, извиняюсь, палец порезала. Вот, сейчас я вот сюда перелью. И мы пойдем прызгать малину. Почему положила вот это семя льна? Сейчас скажу, почему. Потому что, чтобы зацепилось на стволике или на листочках, нужно было положить жидкое мыло. Но я решила обойтиться без мыла и положила семя. Не знаю, будет прыскать или нет. Давайте будем пробовать. Хочется обойтиться без химикатов. Ага, брызгает. Брызгает. И мы вот так вот не сильно, чтобы... Но все равно побрызгаем. И снизу поглубже, чтобы и муравьи, и вот эти такие вонючие трехугольнички. Забыла, как их называют. Чтоб они от этого запаха... Видите, уже малина желтенькая. А муравьи, вы сами знаете, они же сажают... Вот они ползают здесь. И вот это семя льна, она такой, как киселик. И вот с этим киселиком оно цепляется больше. Чтоб отказаться от мыла, такое душистое получилось. С надобья. Прям чесноком малина, походу, дело будет вонять. Ну, ничего. Я чеснок люблю. Вот маленькая, а видите? Оп! Ягодка уже есть. Так, ну и здесь побрызгаем. Потом еще пойдем розу брызнем по стволику, чтобы они не поднимались. Вот они, вот они, вот они, дорогие мои. Вот они, насадили уже. Не знаю, что за кустик, но сам факт, что этот кустик... Видно, съедобный. я carbone, но здесь не хочу. Все партнер, которые нужно permettет, Бассик! Такая в норме, помещенная мастера, серьезная вещь. Киселик, Ой, ну посмотрим, как обойдется. Завтра прям утром посмотрю и в комментариях напишу, как оно это все обошлось. Вот, кстати, траву замочила. Завтра буду ей пользоваться. Здесь я немножко молока наливала. Ну, вот так вот идут, короче, работы вовсю. Срезала салат. Так, ну вот такая вот коротенькая зарисовочка. Сейчас еще розовую сбрызну по стволику, чтобы они не ползали туда-сюда. Вот еще знаете что? Мне сказали лирисы обрезать. Я обрежу. Ну, вот как они отцветут. Пускай они желтые стоят. Ну, что теперь делать? Ну, пересадила. Ну, заболели. Так-то цветочек есть. Обрежу. Вот прям дня через два, наверное, и обрежу. Когда я делала эту клумбу, я же ковыряла. Ну, я не лопатой ковыряла. Совочком и грабелькой маленькой. Вот. И находила, знаете, что? Вот этого червячка-проволочника. И прям много нашла. Они же не так, не кучкой. А именно вот по всей вот этой площади, наверное, червячков 20 я нашла. Это достаточно. Поэтому, может быть, из-за этого деревца не очень, так будем говорить, вот заболел вершок, да? Тоже жду, пока абрикосы вырастут. Тогда уже обрежу. И вот, посмотрите, у нас здесь мы грешим всё время. Мы грешим всё время, что здесь земли мало. Ну, мало, да. Потому что, чтобы крыша-то не упала у нас на машины. И вот такие вот какие-то у нас плешивины есть. Их не сильно заметно. Но и с другой стороны заметно. Вот, смотрите, видите, сухое. Вот сухое. Вот сухое. Вот сухое. Прям вот хочу всё-таки копнуть, посмотреть, что там под травой. Так, аккуратненько приподнять. Потому что нам сказали, что нужно минеральные вещества. Потому что земли мало, траве не хватает. Ну, так как я нашла проволочников вот здесь 20... Ну, плюс-минус 25, может быть, 18. Я их не считала. И у нас ещё вот здесь вот был муравейничек. Ещё вот так брызну, чтобы муравьёв здесь тоже поменьше было. Мне не жалко, что если они будут жить. Ну, а от них же страдает всё. Чтоб они уже здесь и не ползали. На молодых особенно веточках они стараются что-то подселить, подсадить и вырастить для себя пищу. Ну, на это есть лес. А там, где культурные растения, ну, нежелательно. Ну, вот такая я вот тётка вредная. Немножечко вот ещё розу брызганул. Чтоб уже, как говорится, они не ползали. Девять часов вечера. Как раз солнышко уже зашло. И вот так вот побрызгать до утра. Уже говорю, у нас дожди тут были. Кстати, вот эти вот кустики, они вот... Что-то тут их ветром поломало. У меня вот один кустик, и там в малине ещё один кустик. Посмотрела в магазине, они по 20 франков стоят. Они растут как кустарник. И... Ну, заграждение из них делают. Ну, теперь думаю, куда пересадить. Ведь они могут вырастить и в метр. Ой! Ну, что, друзья. Вот такая у нас погода была. Видите, какой дождь. Дождь. И вот такое всё. Чао! Сосед прошёл. Абрикосы вон попадали. Ой, а здесь этот растёт у нас. Земляная груша. Топинанбур. Я уже его не хочу. Ну, благо, что он не на нашей территории. Тоже надо Марк сказать, чтобы он с закибоем это всё убрал. Ну, всё. Хвастаться больше нечем. По той простой причине, что все вот эти вот цветочки у меня... Я вчера их побрезала немножко. А ночь уже опять дождь был. Так вот здесь ещё посмотрим. Так, я вот это сюда поставлю. Видите, сколько воды здесь. Чё-то как-то там... Вот. Можно сказать... Вылила чуть-чуть. И обрезала вчера. И всё равно всё что-то... Не знаешь как. Я когда их сажала, три года назад, они всё сидят в этой же миске, я там положила на дно камушки, чтобы дырочку не загораживать. Как-то вот она не уходит. Видно, забилась чем-то. Так, а здесь у меня... Чё под коробкой? А под коробкой у меня... Ой! Чё-то какие-то грибы растут. Поганки. Я купила в Алибаба тутовник. Ну, оставлю вот открытый. Ну, чё-то пока ничего не проклюнулось. Какая-то травка лезет. Ну, я не знаю, что это дерево или не дерево. Пока ничего не знаю, ничего сказать не могу. Ну, вот... Как-то так. Желаю всем здоровья и удачи долгих лет жизни. С вами была Елена Диригетти с Аквароса, Швейцария. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.